Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. Конституционный суд Казахстана принял закон о первом президенте Ельбасы, утратившем силу. Теперь закон должен быть отменен парламентом. Норма о прекращении данного закона должна быть рассмотрена в ближайшее время. Можилис одобрил список депутатов для формирования совместной комиссии палат парламента по этому проекту. Далее на совместке двух палат парламента депутаты примут закон, который ставит на утрату закона Ельбасы. Какими именно привилегиями обладал Назарбаев и каких теперь может лишиться? Ранее первый президент имел право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами, которые подлежали обязательному рассмотрению, а также выступать перед парламентом на заседаниях правительства. Теперь первый президент не имеет права обращаться к парламенту и правительству, но имеет право присутствовать на заседаниях и того и другого. Но пока этот вопрос не решен окончательно. Как вы помните, такой вопрос будет рассматриваться непосредственно в совместном заседании палат парламента, Сената и Мажориса. Дати я пока не извещен. Возможно, это будет эта неделя, возможно, следующая неделя. Но там тоже процедурные вопросы, которые необходимо решить. В 2017-м я голосовал за поправки в Конституцию. Там в том числе были поправки, относящиеся к изменению города Астаны на Нушултан. Там были поправки, связанные с реформой, конституционной реформой относительно наделения полномочиями определенными правительства, парламент. Поэтому был большой пакет документов, по которым мы консолидированно принимали решения от нашей партии. Ранее предусматривалось, что первый президент обладает неприкосновенностью. Но эта норма остается в Конституции и в законе о президенте в отношении действующего и бывших президентов. То же самое касается обеспечения, обслуживания и охраны бывшего президента и его семьи. Нужно помнить, что экс-президент и его честь и достоинство неприкосновенные. Посягательства на них преследуются по закону. Экс-президент не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий главы государства, за исключением случаев совершения государственной измены. То есть нужно это доказать. Но окончательные решения по этим вопросам, похоже, будут принимать другие депутаты. Потому что мажили из парламента могут досрочно распустить уже в январе. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время. Возможно, да, в этом месяце. В законе о первом президенте есть оговорка, что неприкосновенность распространяется на все имущество президента и совместно проживающим с ним членом его семьи, а также на имущество, принадлежащее фонду первого президента. Эти нормы утратят силу. Помимо этого, неприкосновенность снимается и с учрежденных первым президентом юрлиц. Это касается фонда первого президента и других. Боржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Премьер Смаилов вышел к прессе и ответил на ряд вопросов. По его словам, вопрос участия Росатома в местной АЭС пока не решен. По другим энергообъектам чиновник пообещал, что в течение трех лет теплосети ТЭЦ будут обновлять, чтобы не произошло ЧП, как в Экибастузе. Но на все это нужны огромные деньги. И, по словам премьера, банки Казахстана должны вернуть ранее выданные финансы. Ведь помощь государства оказывалась частным банком. В Казахстане идут разговоры, что строительство АЭС будет поручено россиянам. Премьер Смаилов рассказал, что поставщики для строительства в Казахстане АЭС еще не определены. Хотим, чтобы этот объект мы построили совместно с различными компаниями, которые имеют самые передовые технологии во всем мире. То есть мы хотим, чтобы это был многосторонний проект, чтобы привлечь в этот проект самые передовые технологии с разных стран мира. Значит, что касается определения Росатома в качестве основного поставщика, такого решения пока не было. Премьер Смаилов также рассказал о планах по модернизации ТЭЦ страны. По его словам, в течение двух, максимум трех лет должны обновить все сети в Экибастузе. Аналогичную работу по модернизации ТЭЦ и сетей планируется проводить и в других городах страны в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы. Из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались, мы получили те проблемы, которые мы сегодня видим. Что касается Экибастуза, то сейчас город возвращается к нормальной жизни. Была проведена большая работа по стабилизации обстановки в этом городе. Сейчас совместно с владельцами теплоэлектроцентрали Экибастуза, Экибастузской ТЭЦ и сетей готовится соответствующая проектно-сметная документация по обновлению, по модернизации этих сетей. Но самым интересным для прессы был вопрос денег, которые когда-то государство передало частным банкам. Ведь речь идет о миллиардах долларов. Причем здесь часто всплывает фамилия экс-президента. Почему же банковский сектор так любим всеми ветвями власти? Уж не потому ли, что политическая элита и довольно влиятельные олигархи имеют там свои интересы? Зарубежные СМИ уже писали, что за прибыльной финтехкомпанией Каспий может стоять Хайрасат Валда, племянник экс-президента Назарбаева. В 2017 году у него там было 30% акций. При этом крупнейший народный банк, контролирующий 32% рынка, принадлежит семье средней дочери Назарбаева Динары Кулебаевой. А Жусанбанк раньше имел другое название – Цеснобанк. Самым значимым событием можно считать покупку всех акций банка другой финансовой организации – Фёст Хёртланд, принадлежащей университету Назарбаева. В то время государство уже выделило энную сумму средств на помощь банку. Примерно помнил, что в разные годы шесть банков прошли меры оздоровления по программе. Акционеры этих шести банков вложили в капитал этих банков. Теперь 339 миллиардов тенге акционерного капитала было списано в возмещение убытков этих банков. То есть я хочу сказать, что со стороны акционеров также солидарно была ответственность. Порядка одного триллиона тенге за их счёт решались проблемы данных банков. Теперь, что касается ЖУСАМ-банка, то в настоящее время осуществляется анализ ситуации с тем, чтобы вернуть средства, ранее выданные в виде государственной поддержки. В прошлом году, в конце года, мы также приняли в законодательство поправки, связанные с тем, чтобы мотивировать скорейший возврат мер государственной поддержки, которые были предоставлены, а именно ограничили выплату дивидендов акционерам этих банков до тех пор, пока они не вернут средства, данные государством в виде поддержки данным банкам. Бауржанжа Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компании. Бот в мессенджере Телеграм, разработанный агентством по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, сообщает пресс-служба ФМ Республики. Пользователю достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании или организации Телеграм-страницу, группа ВКонтакте, либо Телеграм-канал. В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды, и данная ссылка уже заблокирована с помощью системы Кибернадзор, пользователь будет немедленно уведомлен об этом. А если компания является добросовестным субъектом инвестиционного рынка, соответствующий ответ будет направлен после анализа. Кроме того, есть возможности проверки через БИН-компании, который предлагает вам заработок. На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Телеграм возможно отправить не более пяти раз в сутки. Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу с мошенниками, вовлекающими финансовые пирамиды, и в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Марихуаны изъяли полицейские у жителей Уральска. В лесном массиве возле реки Урал был задержан 26-летний житель города. При личном досмотре у него было обнаружено 28 целлофановых зип-пакетов с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Также при осмотре в лесном массиве на из тайников было изъято 4 полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана высушенная. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта. В лесном массиве возле реки Урал по улице Баласная был задержан 26-летний житель, у которого при личном досмотре было обнаружено изъято 28 целлофановых зип-пакетов с веществом серо-зеленого цвета. Изъятое направлено на экспертизу. Следство выясняет обстоятельства дела. Начато досудебное расследование по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Мангостаусской области задержали очередного полицейского за взятку. Мужчина занимал одну из руководящих должностей заместителя начальника отдела полиции Бенеусского района. Эту информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции. Известно, что полицейский несколько лет работает в органах. Информацию, о какой сумме идет речь, ответственные лица не разглашают. 9 января 2023 года в ходе проведения оперативно-ростных мероприятий с сотрудниками Департамента комитета национальной безопасности по Мангистаусской области и Управления собственной безопасности Департамента полиции Мангистаусской области за коррупционное правонарушение был задержан заместитель начальника отдела полиции Бенеусского района Еспагамбетов. В данном моменте проводятся и следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Казахстан возглавил рейтинг стран по самым большим расходам на продукты питания. Такие данные привели в недавнем рейтинге, где сравнили затраты на продукты жителей Европы и нашей страны. При этом во всем мире в 2022 году наблюдается небывалый рост инфляции. Привычные товары стали дороже, некоторые почти в два раза. Наши корреспонденты провели мониторинг цен в Уральске и узнали актуальную стоимость основного перечня товаров. Мониторинг показал, что цены на продукты в области за последний месяц не поднимались. Напротив, на многие продукты цены снизились. Так, картофель и лук сейчас подешевели на 10-20%. Фрукты также стали доступнее по сравнению с прошлым годом на 30%. Нет проблем с наличием продуктов и списка социально значимых товаров, не производимых в регионе, а именно сахар, соль, рис, гречневая крупа. По словам руководителя Департамента торговли Запада Казахстанской области Багдаулета Ибраимова, цены пока стабильны. Постоянный контроль ведет комиссия, созданная Акиматом и Департаментом области. С момента создания Департамента торговли стало известно, что 25 предпринимателей незаконно повысили цены. На данный момент все они получили предупреждение. Касательно цены, вы знаете то, что в нашей области из 19 социально значимых продовольственных товаров 4 товара не производятся. Это соль, сахар, гречка и рис. Остальные, по остальным товарам, наша область остальные товары выпускает. Где-то, например, скажем, по яйцам, по муке, по макаронным изделиям, по подсолнечному маслу мы полностью покрываем нашу потребность, потребность области. Однако по некоторым позициям, особенно по молочным позициям, это молочная продукция, это творог, молоко, сливочное масло, мы покрываем всего лишь 15%, а 85% у нас идет импорт. Есть информация, что в прошлом году цены на продукты питания на территории страны подорожали на 22%. Представители отрасли объясняют, что подорожание коснулось лишь импортные товары, которые не производятся в нашем регионе. В продовольственном обороте сейчас ситуация выглядит стабильной. Подорожания на данный момент нет. После Нового года цены упали. Сейчас цены нормальные уже, приличные, не как на Новый год. Согласно меморандуму, сельхозтоваропроизводители должны хранить 15% собранной продукции в запасах, то есть на складах. Это в общей сложности 16 700 тонн продовольственной продукции. Для этого из бюджета выделено 3 миллиарда 300 миллионов тенге. Так называемый стабилизационный фонд мы формируем, это за счет средств уже СПК, в рамках которой уже говорил, 3 миллиарда 300 выделено. На сегодняшний день закуплено и хранящийся объем составляет 6600 тонн. Итого по области общий объем овощей и СЗПТ в том числе составляет 23 300 тонн. Для стабилизации цен проводится ряд мероприятий. Так, впервые с этого года всем желающим по развитию молочных ферм и тепличных комплексов будет предоставлена скидка через социальную корпорацию. Предельной цены по новой программе нет. Под 4% выдается кредит на проект сельского хозяйства. Сейчас в регионе всего 55 складов, из них 22, соответствуют международным стандартам. Поэтому в регионе имеется острая потребность в новых складах как минимум на 20 тысяч тонн. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова